Жителей частного сектора по улице Гагарина в Мирном на минувших выходных затопило. В домах лынула вода из ручья Безымянного. Аварийная бригада проблему не решила. Перед стихийным бедствием коммунальщики оказались бессильны. Как жить людям в сырых домах, когда на улице минус 30, выясняла Лариса Аудовенко. Сегодня была бригада, сказали, что это святые источники бьют. Как нам жить, мы вообще не знаем. Дом Нелли Гребенниковой и её соседей подтопила в считанные часы. Из берегов внезапно вышел ручей Безымянный. До него от крыльца несколько метров. Ледяная каша завалила хозяйственные постройки. Туалета нету за два дня. Вчера только началось. Аварийная бригада помочь не смогла. Как остановить стихийное бедствие, никто не знает. О причине внезапной активности ручья остаётся только гадать. Нам говорят, что это выбросы идут из бани, из голубых домов, из канализации. Но это никак не грунтовая вода. Соседство с ручьём многие годы причиняет жителям улицы Гагарина неприятности. Зимние потопы здесь случались и раньше. За помощью шли в городскую администрацию. Нам сказали, что нам вообще здесь запрещено жить. Мы живём здесь 30 лет. У нас только законы. За отопление я плачу и за воду. Без 40 рублей 2000. За всё платим. У нас только закон, а прав наших никаких нету, потому что неплановый дом. Снесите нас тогда. Ручей безымянный, заросший и болотистый, делит мирный на две части. По закону на берегах не должно быть жилых построек. Но они есть. Деревянные домики здесь ставили ещё первые жители города. Чтобы контролировать своенравный ручей, в мэрии планируют углубить и очистить его русло. А это работы летние. Жителям пока остаётся одно – смотреть, как ледяная вода затапливает хозяйственные постройки.